Дерила Занука Дерила Занука Дерила Занука Ватикан, Рим, 1630 год Простираясь ниц у ног вашего святейшества, мы представляем феодальных лордов Франции. Много поколений наши предки сохраняли суверенные права на свои владения, но теперь предстоящий указ Его Величества Людовика XIII способен лишить нас наших доходов и опустить до положения лакеев. Если Его Величество подпишет этот указ, он приведет к войне, бесполезной, ненужной войне, которая прольет кровь тысяч детей церкви. Ваше Святейшество, если бы отказ от наших личных владений мог предотвратить войну, мы бы не задумываясь отказались от них. Но нет, наши доходы и владения не достанутся короне. Мы жертвы, беспомощные жертвы государственного министра, Его Преосвященство Армандо, кардинала Ришелье. Ваше Святейшество, кардинал Ришелье охвачен безумной жаждой власти, и с каждым днем его алчные руки забирают все больше и больше. Мы готовы сражаться, если придется, чтобы защитить свои владения. И потому мы просим вас предотвратить эту бессмысленную гражданскую войну, это кровопролитие. Мы умоляем ваше Святейшество вмешаться во имя нашей Святой Матери, Церкви. Мы больше не можем ждать решения Папы. Король уже подписал этот чудовищный указ. Подписал, слышите? Поэтому отныне мы все слуги, практически лакеи короля. А точнее, Его Преосвященство Ришелье. Да. Король всегда прислушивается к Церкви. Осталась последняя надежда. Граф Борадо, мы обращаемся к вам. Вы единственный имеете доверие Его Величества. Мы должны нанести удар немедленно. Удар уже нанесен. Милорды, спешу сообщить вам о своей тайной встрече с Ее Величеством Королевой Анной и Королевой Матерью. Они обе понимают, что этот хитрый церковник зашел слишком далеко. И они поддерживают нас, господа. Они с нами до конца. У кардинала длинные руки, Борадо. Будьте осторожны. Я вижу не скромного служителя церкви, каким он притворяется, а хитрого, изворотливого прелата, который манипулирует королем. И притворяется, что передает власть государству, на самом деле присваивая ее себе. Я вижу злобное, жадное чудовище, которое прячет свою истинную сущность под красной мантией кардинала. И когда король скажет, я разоблачу его. Мы с вами. У его собственного алтаря. Лувр. Дворец Людовика XIII. Короля Франции. Позвольте смиренно напомнить, Ваше Величество, что момент настал. Вы уверены? Королю не здоровится сегодня. В такое время он наиболее сговорчив. Именно. Когда он придет в себя после болезни, убедить его будет непросто. Но пока он слаб, его воля податлива. Хорошо. Где приказ об отстранении кардинала? Он здесь. Лучшего шанса у нас не будет, пока Решилье в отъезде. Может, Гастон пойдет? Нет, не втягивайте меня в это. Как брату короля, его высочеству, нежелательно участвовать. Верно, верно. Я не буду участвовать. Пока что. Отметь, я говорю. Пока что. Указ об отстранении нашего горячо любимого кардинала я написала сама. Ее Величество Королева. Мы желаем вам успеха. Вы поняли? Пока не выйду, никого не пускать. Я понимаю, Ваше Величество. Но на случай, если что-то заставит тебя забыть, например, золото, дай ключ мне. В покое короля два входа. Дай второй ключ. Я закрою обе двери изнутри. Не забудь ничего. На этот раз я не позволю прервать нас, пока не будет достигнута наша цель. Его Ваше Величество переживает? Я не переживаю, господа. Но ведь Ришелье не человек. Человек он или дьявол, его здесь нет. А значит, дело практически сделано. Еще не сделано. Вдруг не получится. Борадо справится. Да. Но Ришелье, он в трех днях отсюда. Он что, прилетит сюда на крыльях? Смотрите, смотрите, что такое. Боже мой, что там? Я же говорил, это не человек. Не человек, Ваше Высочество. Даже если он здесь, что он может сделать? Двери заперты, ключи у королевы. Тише, он идет. Они остановили его. Они не побоялись остановить Ришелье. Наш милый кардинал знает, что его дни сочтены. Прощайте, Святой Отец. Наконец-то. Ты выбрала странный момент для этого вопроса. Доктора приказали мне полный покой. Но моя жена полностью игнорирует их мнение. Ты постоянно избегаешь встречи. Когда Ришелье рядом, ты никого не слушаешь. Даже свою мать. Ты так ненавидишь меня? Я ненавижу Ришелье, этого хитрого церковника, который день и ночь пытается сменить свою шапку кардинала на корону. Мама, не преувеличивай. Ты не способен править без его совета. Не смей так говорить. Как ты не поймешь, грядет гражданская война. Война, ты спятила. А ты думал, лорды Нормандии откажутся от своих столетних прав? Они сделают, как я скажу. А если нет, мы их раздавим. Вот именно. Гражданская война. Англия, Австрия и Испания уже обеспокоены, что Ришелье собирает армию. Ради бога, довольна. Я не подпишу указ о его отстранении. Вопрос закрыт. Барада, ты тоже с ними? Сир, я не уверен, стоит ли отстранять Ришелье. Ведь это самый популярный человек во Франции. Не забывайся, самый популярный во Франции – это король. Я же прав? Скажи. Вы правы, Сир? Конечно. Тогда почему вся королевская свита спешит на утренний прием к кардиналу? Почему в его дворце бурлит жизнь, а твой практически пуст? Дворец у церковника? Дворцы положены лишь королям. Не забывай, он теперь богат не меньше тебя. Его новый дворец больше похож на королевский, чем твой. Это правда, Барада? Можно сказать, Сир? Я приказываю. Ты видел этот дворец? Да, Сир, он просторный. Примерно вдвое больше этого. Все отделано самым лучшим золотом. Восточным фарфором. Просто великолепно. Второго такого в Европе нет. Конечно, кто-то скажет, негоже затмевать первого человека Франции. Но у кардинала, несомненно, есть причины демонстрировать такую роскошь. Кто я, чтобы критиковать его? Это все болтовня. Вы, лорды, завидуете его власти. Сир, вы знаете, я верен вам. Если вы решите забрать мои земли на благо Франции, я охотно отдам их. Я не подвергаю сомнению ваше решение. Я лишь хочу знать, почему одни земли забирают, а другие нет. О чем ты? Закон касается всех лордов. Сир, у меня есть свидетельство, что это не так. Какие свидетельства? Не так давно Ришелье принял 10 миллионов франков от герцога Нормандии, чтобы земли в Нормандии не тронули. Почему кардинал забирает мою землю и берет 10 миллионов у герцога Нормандии, чтобы не трогать его землю? Но это же подкуп. Именно так, сир. Армия Нормандии не уступает вашей. Обидно, что ее не забрали с остальным. Но, видимо, у кардинала была причина. 10 миллионов франков? И что стало с этими деньгами? Может, кардинал сможет объяснить? Может, это и объясняет возникновение его нового дворца? Дайте сюда указ. И помолчите все. Я должен внимательно изучить его. Он зашел слишком далеко, этот слуга дьявола. Нужно лишь подписать вот здесь. Мне кажется, или этот жаркий диспут посвящен мне? Тайная дверь? Подслушивайте. Это возмутительно. Я поспешил сюда, как только прибыл, зная, что его величества приболели. Да, от ваших претензий и наглости. Слава богу. Я боялся все хуже. Мадам, в порядке? Насколько это возможно в вашем присутствии? Рад слышать, что вы в добром здравии. Вы напрасно спешили, милорд кардинал. Ваша святая палата отнимает у вас много сил. А вы отнимаете много сил у моей святой палаты. Довольно. У меня к вам серьезные обвинения, кардинал. Если у министра нет врагов, он плохо служит королю. Я слышал, вы получили 10 миллионов франков от герцога Нормандии. Это правда? Да. Это взятка? Да, ваше величество. Боюсь, это была взятка. Герцог Нормандии предложил мне 10 миллионов франков, чтобы я не контисковал его земли. Я уже понимал, что из-за его сильной армии мы не смогли забрать его землю раньше. Поэтому я взял деньги. И где сейчас эти 10 миллионов франков? Ваше величество. Эти деньги пошли на укрепление вашей армии, чтобы потом она смогла захватить владение герцога Нормандии. Но правда ли это? Моя единственная цель – сделать Францию великой державой. И эти маленькие королевства нужно держать твердой рукой. Не рукой с протянутыми пальцами, а рукой, сжатой в кулак, способной нанести удар. Если объединить Францию, ваше величество войдет в историю как самый славный монах. Но 10 миллионов франков на армию? Я не верю. В это трудно поверить. Но армия стоит денег. И ваш дворец тоже. Да, этот ваш дворец. Почему вы назвали его дворцом? Потому что это дворец, ваше величество? Не думаю, что я одобряю такую роскошь. Золотая отделка и восточный фарфор. Сокровища далеких земель, привезенные во Францию для ее блага и процветания. Для блага Франции или Ришелье. Его величество не одобряет ваши сады, террасы, мраморные аллеи, сверкающие фонтаны. Я рад, что вам понравилось. Когда я закончу, мой дворец будет лучше, чем любой дворец его величества. Но, поскольку ваше величество оказали мне честь, я желаю отблагодарить своего благодетеля. Поэтому я и построил дворец прекраснее, чем у любого монарха Европы. И я молю вас принять его в дар со всеми сокровищами Востока, мрамором, террасами. Вот дарственная бумага, ваше величество, в знак любви и верности вашего покорного слуги. Но, Арманд, это превосходно. С вашего разрешения, я удаляюсь. А это, как я понимаю, документ о моем отстранении. Когда я закончу, молю вас подписать его, чтобы я мог удалиться и жить в простом доме, работать в саду и общаться с Богом. Но до той поры позволю себе забрать его из ваших рук. Ее величество, королева! Господа, я польщен и благодарен. Всего хорошего. Дворец кардинала. Местоположение правительства Франции. Что дальше? Аристократы-гугеноты. 15 смертных приговоров ждут подписи. Их предупреждали заранее? Да. Если не помогают уговоры, приходится применять силу. А этих шестерых предлагается арестовать по подозрению. Враги государства. Что еще? Король Швеции Густав Адольф ждет аудиенции. Надеюсь, ему налили вина? Да. Тогда примем его. Пригласите его величество, короля Швеции. Вот, Джозеф. Король торгует человеческими жизнями. Это нам пригодится. Ваше Величество. Напрасно вы пытались напоить меня, кардинал. Вот почему короли умнее, чем кардиналы. Присаживайтесь. Вы пытаетесь спасти свою страну от пожара. Как можете. Я спасаю свою, устроив рынок из людей. Мне нужны деньги. И дела идут неплохо. Я знаю. Австрия предложила вам 10 сундуков золота. Вы хитрый человек, Густав Адольф. Знаете, что мне нужна армия, и хотите продать ее мне? Я согласен. Я дам вам 15 сундуков золота, чтобы вы не остались в накладе. Вот это я понимаю отношения. А я-то думал, вы начнете торговаться. Пытаться обмануть меня, как говорит молва. А вы делаете такое достойное предложение. Вы мне нравитесь. И ваша прямота. Когда я получу это золото? Когда 30 тысяч солдат перейдут границу. 25 тысяч. Неужели я ошибся? Я договаривался о 30. Вы хитрец. Но честный человек для торговца. Я дам вам 30 тысяч. А вы отправьте 5 сундуков заранее. Ни единого, пока не приведете солдат. Я вас не виню. Договорились. И еще. Против Австрии расположите артиллерию на расстоянии 450 метров, а не 600. Вот почему вам пришлось отступить в войне с нами. Вы так давно служите кардиналом, что я забыл. Вы ведь воевали. Может, со временем и вы придете в церковь? Все прошло по плану. Правда же, мисс Тигре? Все просто безупречно. Мы держим Австрию за уши. Англию за хвост. И Испанию. Жаль, мисс Тигре нам не поможет. У нее такие чудные когти. А кто повязал ей ленточку? Должно быть Ленора. Ленора. Я хотел поговорить об этом. Джозеф, нужно обратить внимание на это, дитя. Хотите представить ее ко двору? Нет, нет. Королевский двор не место для юной девушки. Пусть живет здесь. Но нужно чем-то увлечь ее. Да. Вот только боюсь, я не умею развлекать юных дам. Нет. Но раз она покинула монастырь и живет с нами, я отвечаю за нее. Нужно найти ей какое-то развлечение. Какую-то игрушку? Да. Но она уже не ребенок. Из кукол она уже выросла. А может быть лошадь? Подарить ей лошадь? Да, лошадь. Только не скакуна, Джозеф. А спокойную кобылу, чтобы она не носилась. Когда ребенку нечем заняться, он начинает шалить. Шалить? Нет, нет. Только не Ленора. Теперь скажешь, как тебя зовут? Почему? Еще рано. А когда? Может, завтра. Я не знаю. Ты будешь здесь завтра? Я не могу обещать. Нужно спросить у опекуна, чтобы ты мог приходить ко мне открыто. Как только я узнаю, я напишу тебе. И оставлю записку вот здесь. А теперь не смотри, куда я пойду. Обещаешь? Обещаю. Не подсматривай. Ну что, дитя, чем занималась? А вы чем занимались? Моя жизнь полна противоречий. Я молюсь о мире и спасении, и отправляю людей на смерть. Я собираю для короля несметные богатства, и обираю бедняков. Я молю Господа о милости, и заставляю людей ненавидеть друг друга. Отец вас любил. И вы улыбались, когда я пришла. Что вы читаете? В юности я записывал сюда все мудрые мысли. Можно посмотреть? Не рекомендую их тебе или кому-то еще. Но когда я впервые оказался при дворе, мне был 21 год. Сжигай все инкриминирующие тебя письма. Не отвлекайся, когда другие говорят. Избегай говорить ложь, когда сказать правду опасно. Король любит похвалу. Потерять его покровительство – значит потерять все. Найди себе цель и добивайся ее. Если уверен, действуй без промедления. 21 год. Если уверен, действуй без промедления. А что бы ты себе написала? Вопросы, пожалуй. Без ответов. Какие вопросы? Возможно ли влюбиться в человека, увидев его лишь раз? Это ты мне расскажи. Возможно? Да. И кого же ты видела? Ты приехала всего три недели назад. Когда я была в монастыре, девушки бросали записочки через забор юношам. Я тоже бросила. Молодому офицеру. Потом он проходил снова. Очень красивый. Потом я бросила еще. И однажды он бросил мне ответ. С тех пор мы обменивались записочками. Это было в монастыре. Но монастырь совсем рядом. Я отправилась туда снова, чтобы проверить. Ты что, уходила из дворца? Одна? Я знаю, мне не следовало. Но я пошла в монастырь. И сегодня... Да. Я встретила его. Сколько раз вы встречались? Лишь один. Сегодня. И ты влюблена в него? Да. Как его зовут? Андре де Понс. Андре де Понс. Он знает, что кардинал Ришелье твой опекун? Нет. Он не знает про вас. Он даже не знает моего имени. Ты уверена в этом? Да. Вы примите его? Да. Спасибо. Его Величество здесь. Его Величество? А с ним половина двора. Что ему нужно? Говорит, хочет видеть свой дворец. Джозеф. Боюсь, я отдал дворец ему. Прекрасный дар. Все, как вы сказали. И когда Его Величество сможет забрать его? В дарственной написано, когда он будет закончен, Ваше Величество. Это может занять не один год. Может, до конца моей несчастной жизни. Постой, постой. Очаровательно. Воплощение юности. Кто это? Дочь старого друга, убитого на службе Франции. Я взял на себя ответственность. Представьте же ее. И его Величество желает познакомиться. Мадемуазель Ленора де Брезак. Очаровательно. Вам место при дворе. Хотите? Если мне позволят, Ваше Величество, я даю позволение. Приведете ее решелье? Когда? Когда Ваше Величество прикажет, приводите ее завтра. Нам не терпится увидеть вас завтра. Будет жаль, если ее отправят в какую-нибудь глухомань. Когда Ваше Величество пригласили ее ко двору. Кардинал Решелье знает, как поступать в таких случаях. Так не пойдет. Где она была? В монастыре. Она совсем дитя. Идемте, покажу вам римский мрамор. Вы забыли, как быстро дети взрослеют. Вы не можете держать ее в заперти в этом дворце. Думаю, здесь довольно просторно. Она очень заинтересовала меня. Ее место при дворе. Мы даже найдем ей мужа. Забота Вашего Величества тронула меня. Она прекрасна. Ей нужен хороший титул и положение в обществе. И я уже решил. Ей хорошо подойдет граф Сент-Марс. Вы же не против моего выбора? Ваше Величество просит оценить графа? Не упрямьтесь. У него хороший титул, богатство, положение. Нет, я принял решение. Сент-Марсу повезло. А Ваше Величество не считает нужным посоветоваться с самим Сент-Марсом? Он сделает, как я скажу. Нет ли в этом каких-то скрытых причин? Вы что хотите сказать? Я уже привык к капризам монархов. Но не намерен потакать их пороком. Не забывайте, я Ваш король. А я Ваш кардинал. Отвечаю за Вашу душу. Когда придет время, я отвечу за это. Как интересно. Тоже мне, скромный церковник. Да Вы купаетесь в роскоши. Как это соотносится с принципами церкви? Это пусть решает моя совесть. Но ни королю, ни стране я не позволю унизить это дитя. В чем Вы меня обвиняете? Может, лучше будете повиноваться королю? Нет. Отлично. Посмотрим, как далеко простирается власть кардинала без поддержки короля. Видишь, Джозеф, от каких мелочей зависит судьба всей страны. Минуту назад я сказал, что все безупречно. А теперь историю Франции может изменить одно милое личико. Но труд всей Вашей жизни не пропадет. Король не посмеет Вам перечить. Разъяренный король – опасный противник. Ваше Преосвященство. Ваше Преосвященство. Эти шестеро человек арестованы. Они здесь. Приведите графа Андре де Понса. Андре де Понс. Король. И юная Ленора. Сколь высоки должны быть стены монастыря. Ваши гвардейцы арестовали меня, но не без потерь. Вы арестованы как враг Франции и короля. Я не враг ни королю, ни стране. И если Вы надеетесь, что ради свободы я буду служить Вам, то ошибаетесь. И Вы сошлись с герцогом Нормандии против меня? Мы имеем право сражаться за земли, которые наши сотни лет. А кто дал их Вашим предкам? Корона. И корона может забрать их. Но не корона забирает их, а милорд-кардинал. С каждым днем Вы наращиваете свою власть. Скоро вся Франция будет у Вас на ладони, в Вашем распоряжении. Вы офицер? Да. Были на войне? Да. Ваш полк когда-нибудь нарушал военную дисциплину? Дисциплина в моем полку была отличной. Вы подчинялись старшим по званию? Каким бы я был офицером иначе. А если кто-то не подчинялся Вам, я избавлялся от них. Я использую те же методы, мой друг. Почему Вы противитесь? Я говорил об армии, а я говорил о врагах Франции. Садитесь. Забудьте на минуту свою ненависть ко мне и подумайте. Зачем я забираю земли у Вас и у других феодалов? Зачем? Потому что лишь единая Франция будет сильной. Мы неплохо держались последние 300 лет. Что держалось веками, может пасть за одну ночь. Англия, Австрия и Испания выступают против нас. Где Ваша гордость за страну? Какой Вы хотите видеть Францию? Сильной? Могучей? Великой? Или хотите отдать ее на растерзание иностранным оккупантам? От Его Величества. Единство или поражение? Подумайте. Мисс Ленора де Брезак будет жить во дворце, Фрейлиной Ее Величества Королевы, в ожидании брака с графом Сент-Марсом. Говорят, Вы дьявол. Вы вертите людьми, как хотите. И это правда. Я готов служить Вам. Вы женаты? Что? Вы женаты? Нет. Прекрасно. Вы женитесь немедленно. Женюсь. Патриотизм требует жертв. И мне необходимо, чтобы Вы женились немедленно. Вы спрашивали, что я сделаю для своей страны, но теперь Вы требуете невозможного. Невозможного? Но Вы даже не видели, кого я Вам выбрал. И не намерен. Понимаю. У Вас уже есть избранница. Очень мило. Но Вы должны избавиться от нее. Нет. И Вы готовы ради какого-то недостойного создания подвергнуть опасности свою карьеру? Делайте, что хотите. Отправьте меня в Бастилию, но я не пойду на это. Вы очень храбрый юноша. Скажите, это Ваша избранница. Вы давно ее знаете? Нет. Сколько раз Вы виделись? Лишь раз. Как ее зовут? Я не знаю. И этот человек готов отказаться от карьеры ради девушки, чего имени он даже не знает. Милорд, я готов служить Вам, но это невозможно. Даю Вам минуту, чтобы передумать. Нет. Когда я подпишу приказ, его уже не отменить. Итак, я принял решение. Кардинал, я послала записку Андре. Не мешай. У меня важное дело с этим молодым человеком. Андре. Андре. Ты узнал, кто я. Ты сам пришел, не дожидаясь. Какой ты храбрый. И очень упрямый. Но, кардинал, не прогоняйте его. Прогонять? Да я уже 15 минут уговариваю его жениться на тебе, а он не хочет. Андре. Ленора. В часовне через час. Благословляю этот брак во имя Отца, Сына и Святого Духа. Благослови это кольцо. Пусть та, кто носит его, будет всегда верна своему мужу. Пусть они живут в согласии и покорности Твоей воле. И пусть всегда любят друг друга. Именем нашего Господа. Аминь. Это кольцо. Это золото. И серебро. Даю тебе. А с ними все, что есть у меня. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Он обманул меня, Борадо. А это что? Если Ваше Величество хочет любить кого-то, полюбите меня, Ришелье. Я отрублю ему голову, Борадо. Ах, если бы я мог править страной без него. Я представитель старого режима, мне говорят, этот режим уходит, но он не уйдет, пока я жив. Если представители Англии, Испании и Австрии гарантируют защиту прав на нашу собственность, тогда мы, со своей стороны, поклянемся поддерживать их, нашими армиями, если потребуется. Да. Но от лица Англии, и думаю, Испании и Австрии тоже, мы требуем, чтобы место Людовика на троне занял Гастон, чтобы Франция больше не угрожала Европе. Хорошо. Итак, господа, Англия атакует на западе, у Ларошель. Король Англии дает гарантии также лорд Бекингем. Да, все уже устроено. Австрия выступит с востока. Да. Но шведских наемников, купленных Ришелье, нужно распустить. Их слишком много. Господа, Ришелье уже впал в немилость короля. Я прослежу, чтобы наемники Густава не участвовали в битве. Испания пойдет через Корби и окружит Париж. Хорошо. Но Испания надеется, что вы задержите новую армию Ришелье внутри Парижа. Испания требует, чтобы Корби была без защиты. Так и будет. Армия Лимойна не покинет Париж. Для этого мы воздействуем на общественное мнение. Господа, наш день настал. Маршалу Лимойну, верховному главнокомандующему Франции. Испанская армия перешла нашу границу. Немедленно проследуйте в Корби и прогоните их. Кардинал Ришелье. Враги Франции угрожают нам. Англия, Испания и Австрия. Долой Ришелье. Мы требуем, чтобы армия оставалась в Париже. Защищала наших жен и детей. Долой Ришелье. Король его не слушает. Почему мы должны? Долой его! Он забирает у нас последние деньги на армию для защиты Парижа. Вор, грабитель! А теперь мы в опасности, и что он делает? Он приказал армии покинуть Париж. Долой Ришелье! Его Величество, король! Борада! Толпа чуть не остановила мою карету! Они кричат чего-то! Чего эти свиньи хотят? Защиты, сир! Вы знаете, что будет, если армия покинет Париж. Будет восстание. Но почему Ришелье ничего не сделает? Он же и военный министр. Он лишь теребит свои четки и молится. Я его не осуждаю, сир, но пришло время действовать. А вы что тут делаете? Почему вы не с новым хозяином, кардиналом? Я солдат, сир. Вы меня ослушались, женились без одобрения короля. Все равно я служу Франции и королю. Вы больше не служите королю. Вы арестованы. Это несправедливо, Ваше Величество. Убирайтесь из Франции! Девушки отдыхают. Вы все оставили? Что, все меня оставили? Хорошо, я защищу свой народ Пусть армия останется в Париже Защищать Париж до конца Передайте приказ Я передам приказ А если кардинал будет возражать? Возражать? Пусть попробует Из-за него у меня одни проблемы Говорят, вы дали ему слишком много власти Единственным его разумным поступком Была покупка наемников короля Швеции для нас Сир, вы не думали, как это повлияет на Папу? На Папу? Я слышал, его святейшество отправил вам манифест Он недоволен наймом протестантских войск В католической стране Для войны с католиками Он счел это богохульством Это так, это так Папа Конечно, я не думаю, что вам грозит отлучение от церкви Но Папа тоже против меня Протестанты воюют с католиками Почему Ришелье не подумал об этом? Он знал, что Густав Адольф протестант Он добьется, что меня отлучат от церкви Напиши Адольфу Его армия распущена Не хочу ссориться с папой Да, Мистегри Больше нет красивых ленточек, когда милая Ленора уехала В Шотландии началось восстание против Англии Хорошо Это стоит денег Теперь Англии будет не до нас От Густав Адольфа новости есть? Лишь записка, что в одном сундуке золота был недовес Не отвечай Он постоянно говорит, какой он честный Поэтому я ему не верю Шотландия просит золота Отправим два сундука Это полезные союзники Джозеф Пусть эти сундуки будут полными Иначе они сразу заметят Мы всегда посылаем полные Но перевозка золота сложная задача Покажи ко мне еще протест его святейшества Все так тревожно Да Для всех, кроме Мистегри И меня Меня не остановит даже Папа Но его нужно успокоить Напиши ему покорное письмо Что я нанял протестантов Потому что моя совесть возмутилась От мысли, что католики будут воевать с католиками Я отправлю его Вот видишь, Джозеф Англия и Австрия отступились А Лемойн обещает нам победу над Испанией Маршал Лемойн Меня остановили Приказали не покидать Париж Кто приказал? Король Не посоветовавшись со мной Он думает, Париж это вся Франция Он боится народа Боится, что если увезти солдат Начнется революция А если останетесь, будет поражение Если армия испанцев достигнет Корби раньше вас Через неделю Они будут у съем Парижа Кардинал, как только я окружу их В холмах у Корби Им конец Даю слово солдата Тогда действуйте Выступайте в Корби немедленно Но приказ короля Я военный министр Я отдаю вам приказ выступать Я солдат, но я также человек Я не хочу лишиться головы А я хочу задушить их Я не могу нарушить приказ короля Покажите его мне Этот приказ запрещает вам уводить армию из Парижа Довольно ясно А если вы получите армию за пределами Парижа Тогда поведете ее? Но как нам вывезти ее из Парижа? Армия будет ждать вас за стенами Парижа в полночь У восточных ворот Именем Франции Джозеф, коня мне Пришло время стать воином церкви Отправь всех наших шпионов и агитаторов Через два часа нужно поменять настроение парижан Я проведу ночь в Руэлле В замке? Да Вне Парижа И вне досягаемости его величества Вот ужин мистегри Король будет вне себя от гнева Джозеф, меня утешает одно Король может обезглавить меня лишь раз Слушайте все Хотите, чтобы испанцы захватили Париж? Значит, нужно сражаться с ними на их земле Доверьтесь Ришелье Не слушайте сплетни его врагов Раз они хотят напасть на Париж, нужно опередить их Ришелье – друг народа Не слушайте ложь, распространяемую придворными Они просто завидуют его могуществу Поверьте, друзья Ришелье знает, что делает Да здравствует Ришелье! Субтитры создавал DimaTorzok Кардинал едет Он сдержал слово Боже, он лично привел их Маршал Ле Мойн Вот ваша армия Бог в помощь Скорой вам победы Субтитры создавал DimaTorzok Это возмутительно Сел на лошадь и увел армию из Парижа Вопреки моему приказу Но предателем назовут не его А что это, как не предательство? Отстраните его, сир Я отстраню Нет Каждый раз, как он меня не слушает У меня такое чувство, что он прав Где его высочество, принц Гастон? У королевы матери, милорд Теперь даже Людовик не потерпит такого оскорбления На этот раз Решилье зашел слишком далеко Барада Ну что? Что? Король ничего не сделает Вот он, ваш король Его приказы демонстративно нарушают А он ничего не делает Я бы отрубил этому Решилье голову Сын мой, ты должен успокоиться Да, но мы вечно терпим поражение Мне никогда не стать королем Ты всегда был моим любимым сыном Всему свое время Так значит, я все-таки стану королем? Ты мне обещала Скоро Очень скоро А если Людовик позволит ему отменять все свои решения, то еще раньше А ты? Сделай что-нибудь, сделай Это чудовище раздавит нас Неужели никто не избавит меня от него? Убейте его! Что, некому это сделать? Убейте его! Я сам его убью! Бедный Гастон вне себя от ярости Барада будет держать тебя в курсе Я уеду с Анной Отвезу договор сегодня Сожалею, что вам предстоит утомительное путешествие По-другому нельзя Королеву никто не заподозрит Ваше Величество Мадемуазель Прошу, я должна видеть короля Граф Барада Мне нужна аудиенция короля Молю вас помочь Я пришла из-за мужа Его арестовали Кардинал знает, что вы здесь? Кардинал уехал до того, как я узнала новости Сегодня он не вернется Он заночует в замке Руэль В замке Руэль? Молю вас помочь мне Пожалуйста Андре! Андре! Успокойтесь, дитя Здесь вы ничего не сделаете Отправляйтесь домой Доверьте все мне Я поговорю с королем Спасибо Барада, это возмутительно Да Я видел Ленору Почему она здесь? Если она попросит кардинала Он меня защитит Кардинал? Не надейтесь на него Почему? Вы и правда такой слепой? Слепой? Как вы не поймете, что кардинал-то и обманул вас? О чем вы? А вас не удивило, как быстро он вас поженил? Чтобы спасти Ленору от короля От короля? Или для короля? Что? Король обратил на нее внимание Пришлось срочно найти для нее мужа И кардинал нашел вас Но это невозможно Человек не способен на такое Для его преосвященства нет ничего святого Но Ленора Она уже заняла место во дворце Хотя не знает об этом Борада, помогите мне Сейчас я могу защитить ее Но когда вернется кардинал Он предложит ее к королю В знак примирения Где он? Сегодня он заночует в замке Руэль Там тихо Стража небольшая Вы легко попадете туда Вас он не заподозрит Вы что? Предлагаете? Да Вам нечего бояться Когда Ришелье не станет Я буду государственным министром И смогу вас защитить Пока вас не было, многое произошло Меньше чем через час Королева-мать и королева Анна Отправятся в Испанию Официальный предлог Встреча с королем На самом деле Они заключат тайный договор Между Испанией и феодальными лордами Гастоном и мной Все на нашей стороне Но пока Ришелье жив Нельзя быть уверенным Выведите меня отсюда Я все сделаю Пропустите его, капитан Я принимаю ответственность Лимойн выступил И вы приехали один? Это так опасно Успокойся, Джозеф Сегодня для меня опаснее в Париже А не за его пределами А это кто? Карета Леноры? Кардинал, дитя мое Что такое? Андрея арестовали по приказу короля Когда? Когда вы уехали Его забрали Мне даже не дали поговорить с ним Успокойся, дитя Идем Будь храброй Помни Ты дочь солдата Я пытаюсь быть храброй Но как подумаю, что больше не увижу Андре? Увидишь Его изгнали Изгнание – это не смерть Но если он в тюрьме Я его больше не увижу А я так люблю его Это Людовик мстит мне через тебя Весь Париж судачит, что вы ослушались короля Если я и ослушался короля То на благо королевства А я так боюсь за вас Обязательно вам так рисковать? Рисковать? Дитя мое Я никогда не поступаю необдуманно И когда я принял решение Я смету всех, кто встанет у меня на пути Андре получит свободу Но король отказывается выслушать меня Зато тот, кто понимает все тайны этого мира Он послушает Мы должны помолиться Не дай ему опомниться Бей сразу Промедлишь И он тебя обхитрит Мы будем ждать сигнала Осмотрите все Узнайте, где стоит охрана Может, ворвемся все сразу, для верности Пусть Андре все сделает Если полетят головы, то не наши Андре, мой сын Я думал, ты арестован Вы этого хотели Но я свободен И я пришел убить вас Что это за безумие? Вы выставили меня дураком, милорд Подстроили этот брак Вы выглядели так благородно А сами тем временем планировали примирение с королем О чем это ты? Кто отравил твои уши? Они были правы Сказали не ждать Бить сразу Они Они использовали тебя Опять Борада Борада мой друг А Ленору вы отправили во дворец Ложь Ленора здесь Дай я позову ее Это обман Ее тут нет Вы хотите позвать стражу Тогда иди сам Открой дверь и позови Ленору Я дурак Я понимаю, что вы провели меня И снова искушаете меня ее именем Ленора Я знал, что это обман, негодяй Меня звали? Кто это был? Андре Они ворвались Я не подавал сигнал Джозеф Уводи Ленору Позвольте мне остаться Нет, уведите ее отсюда Идем, дорогая Андре Ты собрался драться с дюжиной человек? Идем со мной Делай, как я скажу Они, наверное, убили Андре Ришелье мертв Я задушил его Не оставил следов преступления Ну и где же был его бог, интересно? Господа Запускаем наш план в действие Что это за план? Сместить Людовика И усадить на трон Гастона Королева-мать и королева Направляются в Испанию К ее брату? На самом деле, чтобы заключить договор Его подписали? Да Борада, Гастон и остальные Дураки Оставили свои имена на бумаге Свои подписи Они уехали Джозеф Карету со свежими лошадьми Отправь гонца на границу с Испанией Пусть мои люди в каждом городе В каждой таверне ждут королевскую карету С королевой и королевой матерью Наконец-то Их подписи Андрей! Андре У тебя будут годы на это А у меня есть лишь пара часов Давай, залезай Скажите Его Величеству Это срочно Ну что там? Его Высочество Принц Гастон И граф Борада, сир У них очень важные новости Прошу, Ваше Величество Выслушайте нас Ну, пусть войдут Сир Кардинал Ришелье Скорее бы этот Ришелье Отправился в могилу Ваше желание почти сбылось, сир Кардинал Ришелье Умер 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 Как? Убить, сир То есть Наемным убийцей? Да, сир Пусть это было ужасно Но его поступок был и вовсе чудовищным То есть Сир, мы раскрыли заговор Ришелье намеревался лишить Ваше Величество жизни Нет, только не Ришелье Он всегда хотел власти, но не моей смерти Он бы не посмел Но, сир У нас есть доказательства Ришелье мертв Придется все решать самому Нельзя терять время, сир Мы на грани гражданской войны Вам нужна защита Отзовите Лимойна и его армию Отмените указ против феодальных лордов Вам нужна их поддержка Да 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 Созвать совет немедленно Встретимся рано утром Нужны срочные меры Барада В этот час я жду от тебя преданности и помощи Ваше Величество Мы можем срезать путь, если вас не смещает плохая дорога, кардинал А это что, хорошее? Срезай Карету королевы видели полчаса назад На пути во Флёре Немедленно поезжай во Флёре Они наверняка поедут туда напоить лошадей Трактирщик мой человек Пусть придумает, как задержать карету королеву Да, Ваше Преосвященство Но, Ваше Величество Дорогу размыло дождями Будет опасно продолжать путь ночью Вот не повезло Идём, Анна Придётся заночевать в этой жалкой лачуге Карету королевы задержали Они заночуют в таверне Прекрасно Андре, возьми солдат Держитесь возле таверны Возможно, вы понадобитесь Ты заметила всадника, что обогнал нас по пути? Какой-то лакей спросил дорогу Пропустите Возможно А потом вдруг Это задержка Тут нет ничего странного Он же сказал Дожди размыли дорогу Войдите Ваше Величество Я Там Кардинал Ришелье Ришелье? Да Просит Вашей аудиенции Аудиенции? Позаботьтесь о моих гвардейцах Накормите их Ваше Величество Не будем терять время Вы знаете, зачем я здесь Кардинал Как вы смеете врываться сюда? У вас тайный договор с королём Испании Дайте его мне Вы везде видите одни заговоры Не отпирайтесь Где он? Нет у нас никакого договора Нет? А у меня есть ордер на ваш арест За государственную измену Подписан королём И если не отдадите мне договор Я им воспользуюсь Дайте его сюда Не дам Так значит он у вас Ваших имён там нет Отдайте его И спасите себя Я не могу предать тех, кто подписал его Их уже предали Вам следует знать, что ваш заговор был раскрыт Борадо арестован Герцог Нормандии и остальные в бегах А принц Гастон, ваш любимчик Ответит за попытку цареубийства В договоре нет ничего подобного Так докажите это Вы дьявол Ваше величество Мои гвардейцы сопроводят вас неофициально До Испании У нас есть карета Мы вернёмся в Париж Я бы избавил короля От вашего неожиданного возвращения У него слабое сердце А моего возвращения Он, боюсь, точно не вынесет Вы поедете в Испанию С моим эскортом Немедленно Стойте Если вы знали о заговоре Зачем вам понадобился договор? Хорошо, что вы не спросили об этом раньше Боюсь, я не сказал вам всей правды Значит, вы мне солгали Вы, кардинал Видите ли Сегодня я королевский министр А не кардинал Всего хорошего, Ваше величество Приятной поездки до Испании Андре Это лишь царапина Хорошо Гляди Идём Впереди долгий путь А плохие новости расходятся быстро Нужно приехать в Париж Пока там не узнали о моём воскрешении Звёзды предсказывают большие перемены Для этого нам не нужны звёзды, Ваше Высочество Ваше Высочество А что такого? Трон почти мой Будьте осторожны Сплетники обожают такое Его Королевское Величество Все последние события затмила новость о смерти кардинала Ришелье Его смерть приведёт ко многим изменениям Мы уже решили отменить указ И положиться на верную службу наших феодальных лордов Позвольте выразить нашу благодарность, Ваше Величество И заверить вас в нашей бесконечной верности Кроме того, мы посчитали правильным Приказать армии маршала Лимойна Немедленно вернуться в Париж А мы будем полагаться на верный совет графа Борады Ваше Величество И на помощь нашего дорогого брата Гастона Я ваш верный слуга Покуда вы на троне Мы полагаемся и на вас, милорды Надеемся на вашу помощь Мы так спокойно перенесли смерть кардинала Лишь потому, что он планировал столь возмутительную измену Что будь он жив сейчас Его бы приговорили к смерти Его высокопреосвященство кардинал Ришелье Кардинал? Нам сообщили о вашей смерти Сир, было покушение Хорошо спланированное и исполненное Но божественное провидение решило пощадить меня Чтобы я мог еще раз послужить вам Вы отрицаете заговор против меня? Не только не отрицаю Я пришел сообщить вам подробности И Его Величество уже знает все подробности, кардинал И Его Величество слишком умен, чтобы поверить убийце и предателю Вы смеете обвинять моего брата и моего друга? У вас есть доказательства? А у них есть? Вся его жизнь доказывает все, что нужно Довольно с нас вашей наглости и жажды власти Я не намерен их терпеть Я глубоко убежден в верности моих друзей Приказываю арестовать кардинала Ришелье Вот здесь у меня... Арестовать его! Стойте! Даже лишенный всех званий Я обладаю большей властью Я священник святой палаты Назначенный наместником Бога на земле Его святейшеством, Папой Римским Я стою перед вами, как слуга Господа Которого защищает священный круг нашей святой церкви Переступите этот круг И ваша голова, даже увенчанная короной Будет проклята Римом Которого защищает святой церкви Вы считаете меня виновным? Если я и правда строил заговор против вас Какого наказания достойно такое преступление? Смертного! Позвольте мне сказать, Сир Говорите Милорды, аристократы Франции Отныне и навсегда Франция будет великим, единым королевством Вся власть принадлежит одному абсолютному правителю Его католическому величеству Королю Людовику XIII А я его тень Сначала вы кардинал Только чтобы осветить путь вам, Сир Ради тебя и Франции Дай мне жалости и силы Доброты и справедливости Прошу об этом во имя Господа И во имя моей страны ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Конец Перевод Алексея Яковлева 2015 год КОНЕЦ 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 КОНЕЦ